Это парламентский дневник, я Ольга Стельма, здравствуйте. С 3 по 5 октября в Москве прошел 14-й съезд политической партии «Единая Россия». В общей сложности участие в форуме приняли около 2000 делегатов. От Хакасии председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, его первый зам Юрий Шпигальских, глава комитета по бюджету Сергей Комаров и председатель регионального исполкома партии Сергей Мажаров. В рамках первого дня форума прошли заседания дискуссионных площадок. В частности, делегация Хакасии приняла участие в обсуждении темы работы депутатских фракций партии «Единая Россия» в современных условиях. Сентябрьские выборы показали, что «Единая Россия» как партия сегодня действительно еще в авторитете, в большом авторитете. Причем этот авторитет растет. Это вот первый момент. Второе, я бы отметил, что Дмитрий Анатольевич без купюр говорил о тех проблемах, сложностях, которые нам необходимо решать в ближайший период времени. В ходе работы дискуссионных площадок, а их было 12, у делегатов, представляющих абсолютно все регионы России, была возможность пообщаться с федеральными министрами. Хочу подчеркнуть, нас отметили сегодня стенд, посвященный Сибирскому федеральному округу. Не очень большой стенд, но два наших проекта. Там обозначен один из них «Дача Хакасии», второй касается поддержки ветеранов и инвалидов. В то же время, и об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, несмотря на сложный в финансовом плане год, все социальные гарантии государства должны быть исполнены. Мы социальные все гарантии и обязательства выполним в полном объеме, и снижения не допустим. Но, тем не менее, придется оно по отдельным направлениям уужаться, поскольку, может, не прямые такие, не сверх кричащие расходы, которые могут быть отложены на более поздний срок. А все остальное будет государственные обязательства все выполняться, в том числе обязательства, которые принят в себя субъекты. Также в числе решений съезда ротация в составе Генерального совета партии. В него вошла депутат Абаканского горсовета, староста района Юго-Западный Елена Мешкаускены. Таким образом, в Генсовете партии теперь два представителя Хакасии. Напомним, что два года назад в состав Генерального совета был избран первый зам председателя регионального парламента Юрий Шпигальских. На этой неделе состоялась вторая сессия Верховного совета Хакасии. Депутаты Республиканского парламента вместе с правительством пытались найти средства для выполнения всех программ по дошкольному образованию. В результате перераспределения доходов республиканский бюджет пополнится со следующего года почти на полмиллиарда рублей. С 1 января 2014 года полномочия в сфере дошкольного образования переходят от муниципалитетов на республиканский уровень. По подсчетам Минфина это потребует 2,5 миллиарда рублей дополнительных расходов из республиканского бюджета. Поэтому финансисты и депутаты срочно ищут дополнительные источники пополнения казны. На суд депутатов предложили сразу три законопроекта. Один из них о перераспределении доходов между муниципальными и республиканскими бюджетами в пользу последнего. Проектом закона предлагается отменить с 2014 года дополнительные нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты республики Хакасия, установленные законом республики Хакасия 37 ЗРХ. В результате принятия и введения в действие предлагаемого проекта закона в республиканский бюджет республики Хакасия в 2014 году дополнительно поступит налоговый доходов в сумме более 390 миллионов рублей. У депутатов появились вопросы к Министерству финансов. Хватит ли средств у городов и районов на проведение самостоятельной финансовой политики. 39 полномочий было, одно передаем полномочия, а 38-то остается. А если мы всю налогооблагаемую базу, все законы отменяем, как же мы будем жить дальше, муниципалитеты я имею в виду. По заверению Юрия Лапшина, предполагаемое перераспределение доходов оставляет в плюсе все муниципалитеты. Ведь урезаем доходную базу, республика забирает на себя все расходы по дошкольному образованию. Еще два законопроекта по расчетам правительства принесут в республиканскую казну дополнительно около 100 миллионов рублей. На сессии депутаты приняли закон, увеличивающий вдвое республиканский материнский капитал при рождении третьего ребенка для многодетных семей из малых сел. Таким образом, размер для данной категории граждан республиканского материнского капитала составит 200 тысяч рублей. По информации Государственных управлений социальной поддержки населения, в настоящее время в малых селах республики Хакасии, их 76, с численностью до 100 человек, проживает 117 семей, в которых воспитываются два и более ребенка. А другая инициатива о предоставлении 30-процентной льготы на авиабилеты для студентов, которые учатся в других городах России, показалась депутатам чересчур расточительной. Стоял вопрос в предложениях о том, чтобы какие-то обязательства эти студенты, получая компенсацию за перелеты, они какие-то обязательства принимали на себя, для того, чтобы действительно оставались в республике. Показ законопроект приняли в первом чтении, его доработают и рассмотрят на очередной сессии республиканского парламента. Напомню, что за новостями Верховного Совета Республики вы также можете следить в Твиттере. Адрес официального аккаунта сейчас на экране. Это был парламентский дневник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова